здравствуйте товарищи сегодня воскресенье 23 ноября ноября 24 уже 24 время опережает 24 ноября и сегодня мы собрались по четвертому семинару красного университета 19-20 года обучения логические переходы категории бытие ничто становление и нечто предлагалось ответить на 10 вопросов я их вам зачитаю первый вопрос почему начало чистое бытие второе моменты становления третье снятие четвертое качество пятый вопрос изменение шестой граница седьмой предел и долженствование восьмой истинное бесконечное девятый вопрос количество и десятый вопрос мера ну поскольку у нас из всех слушателей красного университета светловска пришло не очень много есть предложение рассмотреть сегодня пять вопросов первые пять вопросов остальные при вопросах шестого по десятой рассмотреть на следующей неделе и пригласить всех желающих снова к нам на семинар давайте так и сделаем часть первая часть вторая сегодня у нас будет часть первая и первый вопрос почему начало чистое бытие кто ответит ну наверно мы с вадимом алексеевичем сначала давайте давайте так итак самое простое это то о чем можно сказать только одно то что оно есть раз оно есть значит оно бытие а какое бытие если они можно сказать только то что оно есть чистое это я честно говоря цепроцитировал социальную диалектику 71 страница попов михаил васильевич также у гегеля определение чистое бытие не должно означать ничего другого кроме бытия вообще бытие и ничего больше бытие без всякого дальнейшего определения и наполнения наука логики гегель но хотелось бы еще немножко добавить все таки почему на самом деле является началом чистое бытие есть самое простое определение и в виду этого является началом дальнейших логических равномышлений о самом бытие вот так я ответил на этот вопрос ну вот как я бы ответил на этот вопрос почему начало чистое бытие ну прям так сказать почти ну практически по гегелю то есть чего начинается само начало должно брать в его простой не наполнены непосредственность начала должно быть абстрактным началом мышления совершенно всеобщим должно быть формой без всякого содержания бытие и ничто имеются в начале и так как мы начинаем рассмотрение чего-либо с того что это рассматриваемое есть и более ничего сказать не можем и то есть чистое бытие поэтому начало чистое бытие класс давайте продолжим тогда второй вопрос ну да в принципе тут все разобрано местные моменты становления моменты становления и но имеется ввиду становление из бытие ничто и обратно так начнем как с меня получается моменты это неотъемлемая друг от друга противоположные движения в одном движении опять же это вот из социальной диалектики моменты противоположные понимаются только вы засмыть во взаимосвязи друг с другом движение из бытия ничто и наоборот и наоборот есть моменты становления соответственно переход бытия и в ничто называется прихождение переход не что бытие называется возникновение ну и дальше получается что все вот эти вот переходы прихождение возникновения они понимаются только в движении от бытия в ничто и соответственно такой вот некое вечное туда-сюда она не вечное она заканчивается заканчивается а потом опять снова начинается она не так не заново а может другое движение начинается в общем вот моменты становления не вот такие ну вопрос моменты становления опять же я свой на гигеля становление есть неразделенность бытия и ничто они составляют определенное единство в котором есть и бытие и ничто но в этом единстве бытие и ничто оно есть определенное единство но так как каждая из них и бытие и ничто не раздельно от своего ничто от своего иного то их нет они следовательно суть в этом единстве но как исчезающие лишь как снятые теряя свою самостоятельность они не сводятся до моментов еще различимых но в то же время снятых становление дано таким образом в данном определении в одно в двояком определении в одном определении ничто есть непосредственное то есть определение начинает с ничто относящегося с бытием то есть переходящего в него в другом определении бытие не дано как непосредственное то и то есть определение начинается с бытия переходящего в ничто это два моменты это два момента возникновения и прихождение оба суть одно и то же становление ну тут можно еще добавить как мы от чистого бытия приходим к становлению вот это развернуть не пишет это не это не в рамках ответа да а вот в рамках я могу это сделать если интересно могу конечно вот когда мы берем чистое бытие мы берем она так как сама самая первая категория самые чистые в нем нечего рассматривать и когда мы это понимаем что в нем нечего различать мы приходим к ничто это ничто такое же чистое как и чистое бытие то есть тоже абстрактное тоже без определений без опосредствований ну точнее она посредством только чистым бытием вот и что мы можем сказать о чистом ничто только то что она есть раз она есть значит он тоже самое что и бытие тут мы приходим опять бытию то есть получается что у нас чистое бытие переходит в чистое ничто они что переходит в бытие что же с этим бытие она тоже как и чистое бытие переходит свое ничто вот и в этом движении перехода бытия мне что в этом в этом именно движение мы Мы видим движение, которое называется становление. Движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии. В этом движении мы различаем два момента. Момент перехода бытия в ничто и перехода ничто в бытие. Ну, как там Гегель пишет, суть не в том, что они переходят, а в том, что бытие перешло в ничто, а ничто перешло уже в бытие. Эти два момента называются переходом. Бытие в ничто – это перехождение, а ничто в бытие – это возникновение. Так мы пришли к этим моментам. Давайте дальше посмотрим. Получается, третий вопрос у нас – это снятие. Ну, скажу честно, я не смог разобрать полностью, как бы я хотел, опять же, на основе социальной диалектики и Гегеля, поэтому, в общем-то, я могу только ограничиться, по сути дела, определением и как-то попытаться сказать то, что я… Как я себе это понял. Снятие – это отрицание с удержанием. Наличное бытие есть результат снятия становления. Ну, что значит снятие, что такое… Что такое снятие становления. Да, что такое снятие становления. Тут надо сначала рассмотреть, что, опять же, вернуться немножко ко второму вопросу, что чистое бытие переходит в прихождение… Нет, 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 нет. Это бытие переходит в ничто. Бытие переходит в ничто. Бытие переходит в ничто, обратное из ничто переходит в бытие, и вот в этом становлении и возникновении появляется наличное бытие. И вот результатом снятия вот этого становления от ничто от ничто… А почему оно снимается? Ну, потому что там, получается, есть момент отрицания. Когда идет движение от ничто в бытие, есть отрицание ничто. И вот это вот отрицание и ничто, в общем-то, и приводит к наличному бытию. И, собственно говоря, когда вот это отрицание снимается, то вот это и появляется, скажем так, снятие становления. Не совсем отрицание. Ну, может быть, опять же, я вот и говорю, что я не очень… Но вот, по крайней мере, пока вот как я себе это в голове уложил. Значит, я на этот вопрос тоже, действительно, тоже сложный довольно для меня вопрос был… Ну да. Значит, снятием. А того, что нечто снимает с себя, оно не превращается в ничто. Ничто есть непосредственное. Это ничто. Подождите, там нечто у вас написано? Ничто. Ничто есть непосредственное. То есть, это что-то конкретное. Снятие же есть нечто, нечто опосредованное. То есть, это не есть ничто, а это уже нечто. Оно несущее, но как результат, имевший в своём исходным пунктам некоторое бытие. Поэтому оно ещё имеет в себе определённость, от которой оно происходит. То есть, мы, переходя к нечто, из ничто, из чистого бытия и ничто, переходя к нечто… Не к нечто. Постепенно переходя… Нечто – это уже дальше. Да, это дальше. Но снятие – это уже переход к нечто. К наличному бытию. Вот. К наличному бытию. А когда ты переходишь к наличному бытию, то у тебя вот это снятие должно быть с удержанием. То есть, ты должен какие-то пункты, не пункты, а какие-то остаточные явления от того же чистого бытия, ещё чего-то… Это всё должно остаться в этом нечто. Вот это и есть снятие. Нечто снято лишь поскольку, поскольку оно вступило в единство со своей противоположностью. Ну, вот надо мне это ещё, честно скажу вам… Ну, вот тут мне непонятно, почему именно нечто используется, потому что нечто – это вот уже оно дальше. Вот тут категория «должно быть бытие и ничто». Это можем открыть Гегеля. Так сказать, в чистом виде я когда… Да там 52 страница, там начинается 52 страница… Давайте я вот попробую раскрыть этот вопрос. Я зачитаю, надеюсь, никто не против, чтобы тут не сбиться. Бытие и ничто есть в становлении, лишь как исчезающие. Становление есть благодаря их разности. То есть, бытие и ничто в становлении, они разные, то есть, они абсолютно различные. Вот. Но становление – это же разность исчезает. То есть, они вот постоянно… Бытие и ничто переходят друг в друга, и вот эта разность, она размывается. Вот. И это вот… Пример хороший был, конечно, не общественный, но вот с чаем и с сахаром. То есть, когда в чай добавляют сахар, это вот как раз бытие и ничто. Бытие – чай, ничто – сахар. Вот. И когда начинаешь размешивать, они не то, что там друг в друга переходят, они… Вот их разность растворяется, и получается у нас сладкий чай. И уже нельзя… А? Единое целое. Да. И уже нельзя разделить, где сахар и где чай. Вот. В этом смысле исчезает их разность. Так. Их разность исчезает, то есть, становление себя снимает. То есть, становление существует благодаря этой разности. То есть, пока они вот различные, идет процесс становления. Ну, не процесс, а движение становления. Вот. Как разность исчезла, исчезло и становление. Снятие – это отрицание с удержанием. Чтобы понять, что получилось в результате снятия становления, необходимо рассмотреть, что такое становление. Вот, можно сказать, что становление – это есть движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии. Можно также сказать, что становление – это беспокойное единство бытия и ничто. Вот они вот в этом движении, поэтому они беспокойные там. И они в единстве, потому что они друг к другу постоянно переходят. Отрицание этого беспокойства является спокойствие. Отрицание единства – простота. То есть, единство подразумевает, что чего-то там не одно, а вот именно несколько, два минимум. А простота – это значит что-то одно. Результатом снятия становления – спокойная простота. А спокойная простота – это у нас бытие. Но теперь уже не просто бытие, а наличное бытие, потому что оно уже есть перед нами. То есть, оно налицо. Вот. И как это понимать? Вот, кстати, у Гегеля написано, что становление – это первая истинная категория. Потому что в нем есть два противоположных момента – бытие и ничто. Вот. Но они связаны, получается, друг с другом. Ни бытие и ничто. Да. И как вот это понимать, да? Вот становление, снятие становления, наличное бытие. Если мы что-то берем и рассматриваем. Допустим, вот телефон лежит. Он – наличное бытие для нас. Потому что вот он – налицо. И он един. Ну, един самому себе. Он одно, он простое. И надо понимать, что он – результат снятия становления. То есть, прежде чем он появился, было становление. То есть, его там кто-то собирал на заводе. Можно такой процесс сборки считать, как становление телефона. Вот сейчас он есть перед нами. И мы знаем, что ему предшествовало становление. Берем ручку. Мы знаем, что ручки предшествовало становлению. Да. Бумага. Да. Нас самим. Да, да, да. Маленькие, значит, замечания. Во-первых, мы отвечаем на вопрос не на остановление, а именно снятие. Нет. Ну, тут я так понимаю, что… Вот. У нас вопрос просто стоит – снятие. Да. Да. Вот. Но снятие, например, становление можно показать. Я не против. Вот. Вот. И даже… Да, так это бывает, скорее всего. Мы и понимаем, что снятие – становление. Но дело в том, что я просто… Я не выхожу за рамки вот сейчас в своем ответе. Да, я понял. Просто не выхожу за рамки дальше развивая. А просто объясняю именно, что такое становление. Вот. И вот, опять же, вопрос-то скорее… Ну, какой бы пример привести, что, допустим, ну, тот же телефон, да, в нем есть интеллектуальная составляющая. Ну, то есть, его кто-то проектировал, да? Ну, да, есть. Вот. Вот. Это… Это вот снятие… Произошло снятие. Вот оно, снятие становления. В результате получился телефон из проекта, значит, из идеи, скажем так, из ничто. Вот. Ну, не все равно. Можно поспорить, опять же, что… Из материального ничто… Что проектировали это на основе, скажем так, некоторых составляющих. То есть, был взят какой-то материал. Он имеет физические свойства. Без ушло. Ой, ну, давайте… Без ушло. Ну, категория снятия, она присутствует во всей науке логики Гегеля. Да, без ушло. И каждая последующая категория есть результат снятия предыдущей категории. Нужно… Да, и нужно просто понимать, что если пишется где-то снятие, значит, нужно искать где-то там остатки того… Того… С чего сняли-то? От чего отказались? Все верно. Так, дальше что у нас? Качество. Я не готов. Да, я застрял на третьем. Я зачитаю также ответ. Он у меня довольно объемный получился. Вот. Чтобы ничего не выпустить. Вот мы получили наличное бытие. Вот. Ну, как результат снятия становления. В наличном бытие налицо только бытие. Но так как оно опосредственно становлением, то есть, ему предшествовало становлению, а в становлении есть момент ничто. Значит, и в наличном бытие есть ничто. Ничто в наличном бытие называется небытие. Оно противостоит этому бытию. То есть, вот, противостоит наличному бытию, как целому. Небытие, принятое в бытие таким образом, что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью. Вот. Можно на примере смотреть, что вот, допустим, вот эта ручка. Она синяя. Ну, с синими чернилами, да. Вот ручка целая, наличное бытие. А вот цвет чернил, ну, то, что это синяя ручка, или металлическая ручка, да, это ее определенность. Ну, характеристики. Определенность. Определенность. Ладно. Вот. Характеристики, характер, это все дальше там, свойства и все такое. Вот. То есть, целое у нас наличное бытие, момент отрицания ее. То есть, металлическая ручка, или пластиковая ручка, или синяя. Вот пластиковость, это не ручка. Это ее именно отрицание. Так. Чтобы рассмотреть эту определенность, надо взять ее изолированно. То есть, берем вот синие ручки, синие чернила, ну, ладно, пластика лучше взять ее, потому что она пластиковая, или там металлическая. Вот. Если взять изолированно, то это будет качество. А изолировано как? То есть, мы ее берем не как отрицание, а как бытие. Вот. Но. Ну вот, она ручка есть. Нет. Уже не ручка, а ее определенность берем изолированно. То есть, она пластиковая, да, у тебя? Или металлическая. Ну, не сути важно. Ну, пластиковая. Вот. Ее пластиковость, это качество. То есть, определенность взята изолированно. То есть, как сущее называется качество. Да. Качество есть. Значит, оно наличное бытие. То есть, мы ее взяли изолированно, посмотрели, что оно есть. Значит, оно наличное бытие. Потом, не просто бытие, а уже наличное. Потому что мы уже дошли до наличного бытия, и все, что мы рассматриваем, уже наличное бытие. Если мы дальше пойдем, там, до нечто дойдем, то уже будем все рассматривать не как наличное бытие, а как нечто. Но до нечто дойдем еще. Качество есть. Значит, оно наличное бытие. А в наличном бытие есть становление, то есть, в снятом виде. Давайте посмотрим становление вот этого качества. В становлении есть бытие и ничто. Надо рассмотреть качество как бытие и качество как ничто. А качество, взятое как бытие в противоположность ничто, называется реальность. Качество, взятое как ничто в противоположность бытию, есть отрицание. То есть, у нас реальность и отрицание. И реальность и отрицание есть, значит, они тоже наличное бытие. Значит они могут быть представлены как единство бытия и ничто каждое. Небытие в реальности – это отрицание. Бытие в отрицании – это реальность. Значит реальность и отрицание – одно и то же. Тут уже такое гегерианское изложение пошло. Значит они одно и то же. Снято различие между ними, ну раз они одно и то же, то различия между ними сняты. И снято различие между наличным бытием и качеством. Таким образом качество вообще не отделено от наличного бытия. Наличное бытие есть лишь определенное наличное бытие, наличное сущее или нечто. То есть у нас уже не просто ручка с определенностью, там пластиковая, а это пластиковая ручка. Пластиковая ручка конечно не то название. Пластиковые, синевые, шариковые. Да, определенности много у ручки. То есть синяя ручка, пластиковая ручка – это уже определенное наличное бытие. То есть уже снято различие между самой ручкой и определенностью. То есть ее качеством, точнее. Так. Ну в принципе вот по качеству рассказал. Ну, если есть вопросы, давайте попробую ответить. Да, в общем-то более-менее понятно. Все равно хотелось бы свободу с этой книги. Ну, книги есть. Да, естественно. Прочесть и так далее. Что, наверное, давайте к пятому вопросу перейдем. Так, шест, секунду. Это изменение. Я вообще вот свои ответы писал как выведение категорий, поэтому у меня тут они немного объемные получились и не могло, конечно, просто дать какие-то определения, но я вот решил выведением дать ответы. Так, насчет изменения. Нечто есть наличное бытие. И в наличном бытие, ну, продолжаем. То есть мы в предыдущем ответе дошли до нечто, до определенного наличного бытия. Ну, короче, это нечто. Нечто – это наличное бытие. И в наличном бытие есть становление. Мы опять рассматриваем как то, что было посредственно становление. Вот. В наличном бытие есть становление, значит, нечто в будущем, ну, как, не во времени, а в дальнейшем рассмотрении будет положено как становление, моментами которого являются два нечто. Вот. Одно из этих нечто, одно из них нечто, второе – иное. То есть, моментами становления нечто будет нечто и иное. Рассмотрим их по отношению к себе и по отношению друг к другу. Нечто по отношению к нечто – это нечто. Нечто по отношению к иному – это тоже нечто. А вот иное по отношению к нечто – это иное. Иное по отношению к самому себе, то есть к иному – это иное. Но тут-то получается такой двоякая фраза, иное-иного есть иное. Это вот у Гегель. Есть такое. Эту фразу можно понимать двояко и как равенство иного с собой. То есть, иное-иного есть тоже самое иное. И как неравенство собой иное-иного есть другое иное. Момент равенства с собой называется в себе бытие. Момент неравенства в собой называется бытие для иного. Эти моменты равенства и неравенства с собой относятся к нечто и к нечто, так как иное тоже что и нечто. Гегель написан, что без разницы что брать за нечто и что брать за иное. Такое нечто, которое равно и не равно себе, называется изменяющийся нечто изменение есть категории изменения есть равенство и неравенство с собой вот в принципе и все изменение у меня в общем то для если так вот скажем обобщить немножко да то есть для ручки в общем-то становление это производство этой ручки как сам процесс начиная от скажем так проектирование закупки составных частей подключение станков рабочих администрации можно примеры вот допустим школьников там не школьников студентов да вот они на какую-то специальность пошли учиться вот михаил васильевич такие часто примеры приводят вот они пошли учиться там допустим на юриста и вот пока не учатся они юристы в становлении когда вот они выпустились можно сказать что они уже юристы как наличное бытие а изменение получается и восстановление изменение не в становлении изменение уже в нечто то есть изменяющийся нечто это нечто которое равно и не равно себе одновременно студенте уже изменение непосредственно в объекте ну вот допустим вот эта ручка у тебя сохраняется как ручка да но ты ее пописал она осталась с ручкой но у нее уже меньше чернил она уже немножко изменилась потерлась там что-то поломалась где-то там появились изменяна одновременно и равна себе и уже не такая как была до этого изменения произошли да она начала переход в не что получается что на первые пять вопросов мы втроем в три руки три головы попытались разобрать но надо понимать что вот дальше там идут категории а точнее вопросы качество да ну то есть мы сначала смотрели вот качество сейчас потом идет количество и меры надо понимать что вот количество и меры это такие же огромные разделы в учении о бытии вот там очень такие же как и по качеству то есть вот то что мы сейчас рассматриваем это все раздел качества ну давайте закончим попрощаемся на камеру спасибо за внимание до свидания до новых встреч если вы не бывали в спертловске приглашаем вас позже ждем